Мы, когда назвались ГПД, мы понятия не имели, что есть в Харькове ГПД. Мы просто назвались и назвались. Потом узнали, что да, есть в Харькове. Более того, есть еще где-то в Белгороде и где-то еще. Уже поздняк был метаться. Название-то было. И как бы оно уже в нашей-то области. Не то, что гремело, погремывало. А кто у вас? Есть металлисты, есть ГПД? А, слыхали. Это у которых вокалист в конце второй октавы поет. Да, знаем. Круто. А потом приятель, с которым я вместе в армии служил, он, грубо говоря, из Харькова. И вот он познакомился там с Харьковчанами. И их позвали на Горьковский фест. Я не помню, какой он там был по счету. Второй или третий. Вот. Они приехали. И я, честно говоря, всрался, когда послушал от напора Сашки Чернецкого. Все. Волосы дыбом встали. Думаю, не у меня одного. Там просто все присели, аж всех прибило к сиденьям. Вот. Ну и как-то так потом. Как-то задружились то да сего. Там перезванивались время от времени. Вот. А потом ни с того ни сего фига они мне звонят и делают такое предложение, что типа, пойдешь. Я посмотрел по сторонам, головой повертел. Пошел, написал заявление об уходе с работы. И свалил. А мне терять-то уже нечего было. Ну, я после армии пришел, посмотрел, что творится на музыкальном, так сказать, олимпе моей родины. И понял, что, ну, ловить-то нечего. И свалил. Может быть, я все равно бы и свалил. Я не знаю. Но тогда конкретно звали, и я конкретно уехал. Да, мне тогда было легко. Жена вторая. Вторая жена, да я. Вот. И мы переехали, и там жили. И в течение пяти лет мы там прожили. То на одной квартире, то на другой, то на третьей, то на пятой. Вот так вот. Поначалу все складывалось очень даже хорошо. Просто замечательно все складывалось. Какие-то концерты, какие-то фесты. А потом что-то концертов стало все меньше и меньше. Потом они прекратились вовсе. И чтобы как-то выживать, в общем-то, в чужом для меня городе, хотя я там и прожил пять лет, и на улицах меня узнавали, типа, уже местная звезда, в кавычках. Но, тем не менее, город для меня, как бы, не родной. Вот. И я опять, собственно, вернулся к тому, с чего, блин, начал. Я опять смотрю, я уже на свадьбах играю. Думаю, ни хера себе. Во, как. Такой поворот. Неожиданно. Такой круг замкнулся. Думаю, и чё? Вот я чё сюда приехал? Блин, на свадьбах мне чё? В Дзержинске, блядь, на свадьбе не игралось. У меня там, в конце концов, квартира есть. И я так уже чё-то... И в это время раздался звонок от господина Тропилла, который сказал, типа, а не хочешь пластинку записать? А-ха-ха-ха-ха. Типа, ну, блядь, да, а-а-а, ща. Программа-розыгрыш такая. Я говорю, да-да-да, всё нормально. А там позвонил товарищ другу моего Николая Дмитриевича, с которым они встречаются часто, Андрей Петрович Бурлака. И опять с повторным уже предложением таким выступает. Я говорю, Ольга, ну чё, я-то поеду. Потому что, ну, вариантов нет. Надо ехать. Чё? Если не поеду, ну, значит, мудак я. Я могу сколько угодно записывать там дома на магнитофон или там ездить с разными людьми, записывать какие-то пластинки, которых, ну, никто не верит и никто не слышит, кроме там десяти человек. Ну, запишу, поеду, ищу одну. Какая разница. Поехал. Записал я и гаднулся назад. И доигрывал ещё где-то с полгода, наверное, в разных людях. А потом уже приехал совсем.